Доброго здоровьица Андрей, которому я посвятил видео. Он молодец, поддерживает канал и все посетители моего канала. Вот мы с вами разбирали возможности омоложения организма, о которых просил рассказать Андрей. Я со своего знания, со своих возможностей все это рассказать рассказал, вы уже знаете. Ну и там как раз было сказано вот для чего это вам надо, важно для чего, то есть важность всего этого омоложения. И вот он написал следующее. Посмотрел видосик несколько раз, почти все что вы рассказали я делаю. Может вместо гравитационной гимнастики, муай-тай и джиу-джитсу и хочу в зал, но не поднимаю большие веса, пока не поднимаю. Ну не важно веса поднимаете или не поднимаете. Дело в том, что когда человек занимается какими-то более-менее серьезными вещами, у него уже соответственным образом меняется тело, стройнеет и так далее. Далее хочу обосноваться, ну в смысле в Америке, для чего все мне это надо. Есть у меня цель, цель есть, вот ради этой цели. Ага, какая? Жениться на красивой девушке в США по любви. Для этого и нужны черные волосы и юношеский вид. И жену хочу юную подстать моим мыслям с уважением к Андрею. Я очень знаете с уважением отношусь к Андрею, поэтому, поэтому, конечно, расскажу ему. Жениться по любви. И вот тут, знаете, вот тут-то возникает, можно так сказать, проблемы. И я не только сам, вот я мужчина. И со своей стороны посмотрел на этот вопрос. И спросил, сегодня я спросил у двух женщин, вот как вы к такому вот относитесь, вот когда, вернее, что в мужчинах вам нравится для того, чтобы вы связали с ним свою жизнь, то есть вышли за этих людей, за мужчин этих замуж. Вот. Первая была моя жена. Ее как-то все это несколько удивило. И она сказала, что гораздо большее значение для нее имеет это ваше отношение к ней, не внешность ваша. А, насчет внешности, она, знаете, сказала следующее. Важно, чтобы человек был опрятно одет. Это для мужчины, можно так сказать, вот, потолок. Опрятно одеть. Не нужен там Ален Делон там или еще там такой красавчик на лицо. Вот. Важно, значит, внешность просто приятная внешность. А именно даже вот не столько там лицо, сколько тут вот одежда. А вот далее, то есть опрятность нас в одежде. А далее, говорит, меня интересует это отношение. Какое отношение ко мне это будет? То есть, чтобы человек оказывал вам внимание, не чрезмерно, естественно, но вы должны оказывать внимание. Вот она говорит. Оказывать внимание. Где-то, грубо говоря, ну, не скупиться. Чтоб вот, чтоб что-то вас сближало. Чтоб вы как-то были рядом. Я со своей стороны часто говорил следующее. Мы смотрим на фигуру, а женимся на характере. И сейчас очень вовремя сказать слова Пушкина из его, значит, стихотворения этой поэмы. Руслан и Людмила. Если вы вспомните, там был один мужчина, ну, так сказать, мужчина, молодой человек, он тогда еще там был пастушком, просто красивым юношем, который увидел девушку Наину, юную волшебницу, можно там сказать. И вот он влюбился в нее. Естественно, он как-то выразил свои чувства. Ешь, Наина, вот, я тебя люблю, вот как бы мы с тобой тут семью затеяли. Она сказала, пастух, я не люблю тебя. То есть, возможно, ей не понравились, что-то не понравилось, там, материальное обеспечение, еще что-то. Ну, вот, примерно, пастушок подумал так, что, вот, нету золотого запасу, поэтому получил и отказ. Дальше Пушкин продолжает. Собрав дружину, этот молодой человек стал воином, братальным, грубо говоря, награбил кучу разного рода барахла, то есть, стал богатым человеком, мужественным, брутальным героем, героем стал, видите, как это. И опять к ней свататься на Иночка. Ну, а я сейчас, вот, смотри, какое. А-а-а-а-а. Что она ему ответила? Я хорошо запомнил. И многие это помнят. Герой, я не люблю тебя. Ну, не тот ты человек, видать, ну, не тот, понимаешь, не лицом ты ей, не то, чтобы она говорит, что у тебя лицо плохое, что ты беден или еще что-то, ну, что-то ей совсем в тебе не устраивает. Ну, этот молодец. Не отступил от этого. Значит, тогда он с помощью разного рода, значит, оккультных наук, практик колдовских причаровал ее. Причаровал ее. И вот она только раз, а на все это ушло огромное количество времени. И он, значит, ее к себе притянул, она к нему, ой, мой ты-то, ра-та-та. А он как глянул, он уже старик стал. Она старуха стала. И ой, ой, боже, боже, не нужна мне эта старуха какая-то. Я помню, Наина была юная, ты-то какая-то старая, да пошла ты там. А Наина, а-а-а, ты меня добивался, ты меня приворожил, да ты, 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 ты такой-сякой, а теперь от меня отказывайся, да я тебя стала злейшим врагом. То есть, то есть, уже в первый раз эта Наиночка показала ему свой характер. Да, внешность хороша, но мы живем с характером. А по характеру, пшш, этот человек не подходит вам. Далее, когда он стал героем, она еще ему подтвердила, ну не подходишь ты, не лезь сюда со своими, ну, не это. То есть, у нас нету никакой любви, у нас нету никаких точек соприкосновения. Естественно, пшш, ничего не получилось. Но он настоял и тогда познал, что все-таки за каждым человеком, за мужчиной и за женщиной, лежит характер, лежит его мировоззрение. И созвучно ли этот характер мировоззрения, миропонимания, устремления с вашим или же нет. И оказывается, оказывается, надо искать именно соприкосновения. Вот на этом уровне, на этом уровне надо искать эти соприкосновения. И тогда получается, что у вас получается семья. Я еще спросил молодую девушку, сколько ей, 20 лет. Я ее спросил, вот как, на что ты обратишь внимание в мужчине, чтобы ты вышла за него замуж? Она ответила, ну, чтобы наши интересы совпадали. Раз. Интересы совпадали. То есть, если вы там занимаетесь борьбой, чтобы где-то у вас соприкосновение на этой борьбе было. Это, грубо говоря, ну, на чем-то, понимаете, что-то общее в интересах, что вас объединяло. Вот. Чтобы он обеспечен был. Но она молодая и работает, будем говорить, кофе делает, там, варит. Как это называется? Бориста. Бориста. Вот. Для некоторых людей важно, значит, вот, чтобы это было. Вот. Общность интересов, чтобы время достаточно с ней проводили. А чтобы проводить время, значит, надо, опять-таки, чтобы какие-то интересы у вас общие были. Потому что, грубо говоря, ее тянет на одно, а вас тянет на рыбалку. Вас тянет в тир пострелять, а ей по магазинам походить. Вас тянет там на машине поездить, а ей какой-то сериал посмотреть. И что, и что? Вот, вот, вот. И молодая, и юная, и красивая, и так далее. Но она совершенно по-другому смотрит на жизнь. Она совершенно по-другому реагирует на вот это ваше все окружение. И что это семья? Нет, не семья. Теперь еще скажу о внешности. Я встречал некоторых людей, можно даже сказать, коллег. Ну, так вот получилось, что у него тут еще мордашка более-менее ничего до таза. А он переболел пули-мели, пули-е-мели, там, где-то старше меня, там, года на 3-4, там, ну, примерно так. Но, тем не менее, он ничуть не комплексует перед женщинами. И они к нему тянутся, тянутся, понимаете? Еще жена сказала такую вещь. Мужчина должен быть уверен в себе. Уверенность. Чтобы эта уверенность передавалась женщине, что он действительно какое-то плечо, опора. А если человек не уверен и ищет вот эту неуверенность во внешности, очень многие люди, кстати, и я в том числе, качался для того, чтобы ты вышел уже одним внешним видом, показал, вот я, какой. А внутри, знаете, остаешься здоровым, мужуланом, а внутри ты ребенок, неуверенный в себе, неуверенный, вот подойдешь, не подойдешь, а что она ответит, а вдруг она ответит, ну, там, отказом, а как ты, а это стыдно, это не стыдно, а что делать, и так далее. Вот такие вот мысли там, знаете, это самое. А тем более, я когда познакомился со своей женой, юной красавицей, понимаете, надо было ей показать, что ты лучший. И вот мы там, ну, и проводили время, и так далее. И вот поехали на озеро купаться, она рассказывает, она как раз со своей подружкой. И я, значит, ныряю в это озеро, выныриваю, и у меня этот зачес сюда только, раз, и лысина. И подружка, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот, мол, ты тут лысого. Парня, как бы сказать, приобрела или что-то обратила внимание, когда тут, мол, волосатых до хрена. Вот такой-то, как было. Ну, она говорит, ну, ладно, то есть, лысина – это минус, но есть другие качества, которые с лихвой перекрывают эту лысину и прочее, прочее, прочее. Поэтому в данном случае вот это вот омоложение, которое вы думаете там сделать, и прочее, прочее, внешнее, так и сказать, прибамбасы, это все равно, что опять, знаете, я все сравниваю с домом. Можно сделать красивый снаружи дом, в котором невозможно жить. Невозможно жить по причине того, что там сами по себе жильцы не уживаются. И вот это красивый, знаете, фасад, а внутри какой-то там ад творится. Люди на ножах, люди не понимают, люди там все, что угодно готовы сделать, друг там с другом, а на живот, как говорят, как кошка с собакой. Поэтому не в этом дело, не в этом, а именно, а именно в том, чтобы было отношение к другому человеку, чтобы вы его смогли показать. Не бойтесь, не бойтесь показать себя. Вот я перед вами распинаюсь, рассказываю и так далее. Я был очень зажатый человек, очень зажатый человек, очень закомплексованный, ну очень, все было очень. Одно время даже я там не купался целый год, будучи там мальчуганом, стесняясь того, сего, пятого, десятого. И пришлось проделать большую работу, чтобы раскрыть себя пространство. И пространство откликнулось. А если бы ты был бы закомплексованный, и все. И она подарила мне, и знаете, вот я сейчас с возрастом понимаю, какую прекрасного человека в виде супруги оно мне дало. И показала, что есть еще примерно такой же человек на 12 лет моложе. И есть еще такой же человек на 24 года моложе. А тут вот ты, чтобы для себя, как бы сказать, знаете, решил, насколько ты достоин этих женщин. Первый, второй, там третий. Стоит ли делать это? Или не стоит? Вот. Поэтому внешность должна быть просто-напросто. У вас опрятная одежда, более-менее, чтобы вы там одеты так были, как бы сказать, по моде, там по сезону. Вот. А все остальное, ваша харизма, ваши отношения, они должны излучаться через глаза, через мысли, через дела, через вот это, знаете, такое изысканное ухаживание, чтобы вы могли взять то, что хотите и показать предмету своего обожания, что именно вы, именно вы достойны этого, а никто другой. Ну, вот так вот как-то я вот, надеюсь, я вам объяснил. А вот это все, это внешность и так далее, и так далее. И женщина любая, юная, пожилая, и так далее, если они почувствуют вас, они с радостью, с радостью, откликнутся на ваш призыв, стать вашей супругой и родить вам массу красивых детей. есть особый день в году, наступает темноту, новым годом он зовется, и всех людей дается. Шелестят конфет, оперки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Реселись, веселись, веселись, народ, наступает, наступает новый, новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радостью врачу нам несет, это новый, новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и подчерканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Реселись, веселись, веселись, народ, наступает, наступает новый, новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, раздает, любовь насет, это новый, новый год. Так и спи, дружок, сердечный, наливай бакал с карди, загадай свое желание и подзвонку ром-по-пэй. Ай! Реселись, веселись, веселись, народ, наступает наступает новый, новый год. Он врачу нам несет, он подарки о. Расси, расси, медюнь, лack-с . С MATT . . . . . Субтитры сделал DimaTorzok